Напоминаю, что каждый ролик на моём канале отражает лишь моё мнение. Своё мнение вы можете оставить в комментариях, но только не нужно мне его навязывать. Сегодня я расскажу о своём опыте использования оружия, имя которому АК-12. Поклонник этого оружия, просьба не принимать мои слова близко к сердцу, потому что в ближайшие минуты я его буду не только хвалить. Хотя, конечно, в этом нет вины самого оружия. Стоит сказать, наверное, спасибо DICE за их замечательные патчи. Немного о характеристиках оружия, чтобы вести в курс тех, кто не пользуется этим оружием. Урон стандартный для штурмовых винтовок, но вот из-за его низкой скорострельности обладает почти максимальным временем убийства противника, что, конечно, очень печально. Ещё хотелось бы обратить внимание на скорость перезарядки. Оно составляет 2,8 секунды, если вы оставили хотя бы один патрон в стволе, что очень много для такого оружия с его скорострельностью. Вот мне интересно, каким чудом более скорострельный М416 перезаряжается почти на секунду быстрее? Я уже молчу про ЧСЗ-3А1, который со своей скорострельностью 1000 выстрелов в минуту имеет перезарядку всего в 2 секунды. Так хочется сказать, Дайс, какого чёрта? Исходя из этого, можно сказать, что оружие неиграбельно, и с ним заведомо вы находитесь в проигрыше. Но перейдём на поле боя для практики и выясним, как он ведёт себя. Прежде чем приступить, расскажу об обвесе. Он после летнего патча стал минималистичен, так как каждый аттачмент имеет теперь жирный минус на свой скромный плюс. Прицел тут по вкусу. Я ставлю кобру или оставляю пустым. Ствол оставляют тоже пустым. Оружие и так точно, и необходимость в утолщиннике отпадает. А все остальные аттачменты повлияют на точность, как на единственный плюс данного ствола. Слот под аксессуары, опять же, пустой. А вот рукоятка здесь вас ждёт небольшой сюрприз. Внимание, короткая. Более подробно об изменении своего выбора я расскажу отдельно в своём видео. Спасибо за вопрос на стриме подписчику Barst25, который навёл меня на мысль об изменении принципа действия рукояток после патча. Купе с короткой рукояткой АК становится лазерной винтовкой. Теперь перейдём к боевым ситуациям. Тактика вашего боя будет немного размеренной и спокойной. Вам придётся забыть о стычках на коротких дистанциях. Вы проиграете равному себе и даже более слабому игроку со скорострелом. Вам нужно будет всегда стараться держать дистанцию минимум 30 метров между противником и вами для эффективной игры. Но если вдруг к вам подберётся противник, советую переходить на дополнительное оружие. В связке с АК стоит взять Дивилл, Глок или Беретту. Работая на такой дистанции, если ваши тиммейты держат линию фронта, что бывает довольно редко, вы становитесь эффективнее пулемётчика на сошках. Так как с АК-12 очень просто стрелять. Благодаря высокой скорости пули вам не нужно брать большого упреждения. Из-за того, что вы находитесь в статичном режиме на дистанции по большей части, то польза для вас больше от короткой рукоятки, чем от эргономики. Стоит стараться прокликивать по три патрона, но не закликивать. Если вы будете выбивать из оружия все 600 выстрелов, то сильно пострадает точность и растёт отдача. Очень эффективна стрельба при закликивании примерно в 500 выстрелов. А также в таком режиме АК просто сносит головы. Что же касается режима отсечки по три патрона, то я его, к сожалению, не рекомендую использовать на данном оружии, потому что очень сильно вырастает скорострельность и, как следствие, падает точность. На бумаге для убийства противника нужно две очереди и ещё одна пуля с запасом идёт. Но на деле получается, что нужно три, так как из трёх пуль одной очереди попадает, бывает, только одна. И здесь вы ничего не сможете изменить, в отличие от автоматического режима. Подводя это, хочется сказать, что до патча, который изменил модель урона АК-12, был имбой. Он был проще Скор-Аш, он был эффективен, как в Battlefield 3. И я его использовал, потому что я фанат российского вооружения. Но патчи и нерфдайсов всё испортили. И АК сделали полностью неиграбельным для новичков. А это ведь их первая пушка. Только в нормальных руках он будет эффективен и при соблюдении дистанции между вами и противником. В другом случае, без поддержки тиммейтов, при активном наступлении противника, вы ничего не сможете сделать. Даже против новичка с АЕК, МТАРом, МГ-4 и другим скорострелом. Ну а на этом всё. С вами был Алексей. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого ещё не сделали. До скорой встречи. Пока. Пока.